Братья и сестры, в продолжении и в заключении нашего собрания мы с вами обратимся к 50-му псалму. Возможно, вы помните, я пообещал вам, что продолжу говорить о покаянии Давида. И 50-й псалом – это действительно тот псалом, который появился, родился в результате этого покаяния. Я помню, как в школе нас учили двум волшебным словам. Многих из нас, наверное, тоже учили. Это два волшебных слова – «спасибо» и «пожалуйста». Но наряду с этими двумя волшебными словами… Да, кстати, почему они называются волшебными? Потому что они действительно могут совершить чудо. Человека, настроенного против вас, это слово может расположить, когда вы вежливо, когда вы правильно обращаетесь или когда вы правильно благодарите. Но я был удивлен тому, что уже сейчас, вот в таком уже зрелом возрасте, я узнал, что наряду с теми двумя словами есть еще одно волшебное слово, которому нас в школе не учили. Это слово «прости». Прости. Прости меня. Я не прав. Прости. Что я могу сделать, чтобы исправить то, что я сделал? Прости. Прости. Мне очень жаль. Я постараюсь никогда этого не повторять. Прости. Сколько семей сохранило это слово? Сколько отношений между родителями и детьми было восстановлено, возобновлено в результате этого одного простого слова из шести букв? Прости. Прости. Сколько было сохранено церквей, взаимоотношений между братьями и сестрами. Сколько расколов, разделений, отделений не произошло в христианской среде только потому, что кто-то оказался мудрее. И кто-то нашел в себе силы сказать это слово «прости». И мы в прошлый раз с вами начали говорить о настоящем покаянии. Мы попытались с вами извлечь уроки из той печальной истории Давида. И, кстати, еще один урок, который пришел ко мне прямо во время проповеди брата Павла, который также о Давиде только что проповедовал, как о муже по сердцу Бога, что даже самый страшный, самый безобразный грех, он не может отменить того, что мы все-таки можем. Я имею в виду в нашей жизни этот грех, если произойдет, он не может отменить того, что мы можем быть людьми по сердцу Бога. Мы можем быть, но для этого надо настоящее покаяние. Не фальшивое, не липовое, я надеюсь, вы понимаете, что такое липовое, искусственное, напускное. Когда как-нибудь, между прочим, ну прости, пожалуйста, друзья, есть большая разница между настоящим и ненастоящим покаянием. И поэтому мне очень хочется, чтобы мы это понимали. Мне очень хочется, чтобы наши семьи были крепче. Чтобы мы не забывали об этом простом слове, но очень важно помнить, как его нужно говорить. Всему есть свое время, всему есть свое место, всему есть своя интонация, свои эмоции, свое выражение лица, глаза. Это очень важно, когда мы произносим это слово. Это очень важно. И мы в прошлый раз сказали, я бегло просто напомню, 23 июня, если кто-то не слышал эту проповедь, 23 июня воскресное собрание, можете послушать. И мы говорили о том, что настоящее покаяние Давид не стал оправдываться, когда Нафан его обличил, он сразу признал свою вину. Он сразу сказал, я согрешил, я согрешил. И хотя там прошло достаточно много времени, и это, конечно, неправильно. Чем раньше ты остановишься, тем лучше для тебя. А еще лучше, не нужно ждать какого-то Нафана к тебе в гости. А еще лучше, когда мы каждый день приходим под свет Божьего Слова, и этот свет освещает наше сердце и показывает нам наше состояние. И ходящий во свете человек... Почему, когда мы ходим во свете, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха? Потому что мы видим этот грех, и мы не затягиваемся словом «прости». И если даже мы согрешили, если даже мы виноваты против кого-то, Дух Святой обличает, и мы просим прощения. Сразу же, не откладывая. Давид принял обличение. Дальше мы говорили, что Давид не оправдывал себя какими-то обстоятельствами. Дальше мы говорили, что Давид не перекладывал свою вину на кого-то и не говорил Нафану, что Верцавия виновата, или слуги мои виноваты, или Иоав виноват, который не остановил меня. Или, как Адам сказал, жена, которую ты дал мне, он переложил свою ответственность на свою жену. А жена сказала, змей обольстил меня. И она тоже возложила свою ответственность на другого. Друзья мои, истинное покаяние, оно признает свою вину. Дальше мы говорили, что Давид не указывает на вину других. И он не говорит, что другие еще хуже, чем я. Нет, друзья, он не делает этого, как сделал фарисей в храме, который рассказывал Богу, какой он хороший. А на фоне этого мытаря, так вообще святой. Нет, друзья мои, настоящее покаяние не делает этого. Настоящее покаяние исповедует грех публично, мы с вами говорили, если он публично сделан. Начальнику хора 50-й псалом начинается. Пусть все знают, что никогда грех не приносит радости. Пусть все знают, что грех разрушает. Иногда мы на братских решаем, как наказать провинившегося члена церкви. И кто-то говорит, надо построже, чтобы молодежи неповадно было, что молодежь знала, что будет наказание. Друзья мои, может быть и правильная мысль, но от нее пахнет законом. Молодежь должна знать, что у греха есть последствия. И если кого-то мало наказали за грех, то этот человек в полной мере, полную часу горя и страданий выпьет в своей жизни, даже если в церкви с ним мягко обойдутся. Грех не приносит радости. Грех делает несчастным. И последнее, о чем мы сказали в прошлый раз, это, вы помните, воздам четверо, сказал Давид. И мне снова хочется немножко эту мысль прокомментировать. Закхей сказал воздам четверо, А Давид сказал, что четыре овцы он должен за ту овечку, которую он забрал у бедняка, вернуть. Какая здесь важная мысль, друзья мои. Любая обида. Любая обида – это пробоина в нашем сердце. Это рана. Это дырка, которая кровоточит. И чем определяется величина пластыря, которого нужно наложить на рану? Ответ очень простой. Величина пластыря определяется размерами раны. И величина пластыря не меньше, чем рана, иначе толку от этого пластыря не будет. Не точно такой, как рана, а пластырь должен быть больше, чем сама рана. Чтобы этот пластырь полностью перекрыл, чтобы этот пластырь остановил кровотечение. И поэтому воздам четверо. И поэтому очень важно на каждое плохое дело сделать хотя бы минимум четыре хороших дела, если вы виноваты, если вы что-то сделали неправильно. Читаем 50-й псалом, друзья мои. Начальник ухора, псалом Давида. Когда приходил к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Верцавии. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня». Четыре просьбы Давида к Богу. Немножко давайте обратим внимание, как нужно правильно каяться, как нужно правильно просить прощения. Первое. «Помилуй меня, Боже». И что является основанием? Что должно послужить основанием для этого помилования? Может быть, Давид мог бы сказать «Помилуй меня, Боже, я был хорошим сыном у своего отца». Я послушно пас овечек, которых он мне поручил. И даже когда мой отец отправил меня к братьям на войну, я не сказал «Отец, но я же занят». Я пасу овечек, как я могу бросить их? Нет. Я послушно выполнил просьбу отца, я взял провизию для братьев, и я пошел и отнес им. Может быть, на это мог бы уповать Давид и сказать «Боже, вспомни, какой я был хороший сын». Или, может быть, Давид мог бы сказать «Господи, вспомни, как я убил того великана, который поносил Твое имя. Он Тебя опозорил, Он Тебя обесславил, а я за Тебя заступился, за Твое имя. Вспомни, пожалуйста, Господи, и поэтому помилуй меня». А может быть, Давид мог бы сказать «Господи, Ты помнишь, сколько преследовал меня Саул, как много зла Он мне причинил?» Моя жизнь была ужасной, жизнь изгнанника, жизнь беглеца, все время страхи, все время переживания, все время страхи за свою жизнь. И ты помнишь, Боже, я, по крайней мере, два раза имел возможность рассчитаться со своим обидчиком. Я мог убить его, но я не сделал это, потому что я боялся Тебя, потому что Ты поставил его на царство. И не мне его было снимать с этого царства. Мог бы, Давид, так сказать, мог бы, наверное, но он не говорит «Помилуй меня ради того моего подвига». Может быть, еще что-то Давид мог бы вспомнить хорошего, как он ковчег перенес, как он хотел храм построить. Друзья мои, нет. Единственным основанием для Божьей милости является сама Божья милость. «Помилуй меня по великой милости Твоей». Я, может быть, еще раз повторюсь. Уже несколько раз в последних своих проповедях я повторял эту фразу. «Друзья мои, чем отличается благодать от милости?» И ответ очень-очень простой. Милость – это когда Бог не дает нам то, что мы заслужили. А благодать – это когда Бог дает нам то, что мы не заслужили. Согласны с этим? Так вот, по великой своей милости Давид, возможно, вспоминает слова Моисея из книги «Исход», 34-я глава, когда Моисей снова взошел на гору Сион, снова, на гору Синай, прошу прощения, снова сделал две скрижали, и Господь спустился в облаке, и Господь открылся тогда, как Бог человеколюбивый, и Бог многомилостивый. И вот на вот эту самую милость уповает Давид, когда просит о помиловании, не на свои какие-то заслуги. Господи, я сорок лет пел в хоре. Господи, я был пастором всю жизнь христианскую. Вспомни это, пожалуйста, там, на Твоем суде или судилище. Одна сестра молилась, наверное, вы не раз слышали эту историю. Господи, я уже сорок лет служу Тебе. Это не суточки, Господи, да? Так она на всякий случай напомнила, что Ты просто, Господи, обязан, обязан принять меня в Царствие Твое и благословить меня. Никакие наши заслуги не могут, а только милость и Божие милосердие. Мне очень нравится одному пастору, когда один пастор, когда его спрашивают, как дела, он отвечает, лучше, чем я заслуживаю. Братья и сестры, любой из нас на вопрос, как Твои дела, я думаю, если быть честным, ответит, лучше, чем я заслуживаю. Аминь. Следующее, о чем говорит Давид и просит, изгладь беззакония мои. Изгладь беззакония мои. Что он имеет в виду? Где их изгладить? Где они записаны? Чем они записаны? Давид хорошо знает. Давид хорошо знает, что перед лицом Божьим пишется памятная книга. Об этом говорит Малахия. Пишется памятная книга. Об этом говорит апостол Иоанн книги Откровений, 20 глава. Написано, что когда собрались перед Великим Белым Престолом, все люди, все народы были раскрыты книги. И судим был каждый по записанному в этих книгах. И Давид прекрасно знает, что когда он вышел тогда на кровлю своего дома, Божьи очи это видели. И когда он о чем-то начал думать, Бог это видел, и это было записано в какой-то этой книге жизни. И когда он призвал Версавию к себе, Бог это видел. И что происходило там, в его дворце, за закрытыми дверями, Бог это все видел, и это там было записано. И когда он писал письмо Иоаву, чтобы тот отправил Урию в самое горячее место битвы, это тоже было записано там, в этой книге. И когда он делал вид на протяжении года, что ничего не произошло, ходил в храм, приносил жертвы, совершал какие-то ритуальные, правильные вещи перед народом, и люди думали, все нормально. Но пред Богом пишется памятная книга. В то время, когда жил Давид, не только папирус или пергамент использовался в качестве носителя информации, использовались глиняные таблички. Свежая глиняная табличка. Ты приходишь в суд, суд постанавливает и говорит, что твоя вина или твой долг такой-то. И на свежесделанной глиняной табличке писалось это все. А потом эта табличка высыхала. И все эти слова, весь этот приговор, он оставался там. До того времени, пока ты не отдашь долг, или пока ты не отбудешь то наказание, которое тебе было положено. А что потом? А потом эта глиняная табличка, она, может быть, размачивалась в воде и заглаживалась. Все то, что на ней было написано, просто заглаживалось. И поэтому Давид умоляет, изгладь. Он понимает, что в той книге никто не может изгладить, кроме самого Бога. Никто не может изменить, никто не может вычеркнуть, как только рука самого Бога. И поэтому он просит, изгладь беззакония мои, вычеркни, пожалуйста, «Многократно омой меня», просит Давид. Многократно омой меня. В то время, когда Давид молится этой молитвой, люди уже знали некоторые средства, как правильно их назвать, порошки и мыло, которым пользовались люди для стирки одежды. Что это было? Некоторые растения, люди научились сжигать, пепел смесывался с жиром животных, и получалось, ну, такой себе какой-то аналог современного мыла. И эту одежду замачивали в какой-то деревянной или глиняной посуде, высыпали туда этот порошок, и потом могли потоптаться ногами по этой одежде, чтобы она лучше вымылась, выстиралась, вычистилась. А потом эту уже намоченную этим составом одежду могли долгое время бить о камни, чтобы на уровне, знаете, когда грязь проникает в самые внутренности волоконец этой ткани, чтобы вымыть, вычистить это все. И вот Давид, он говорит многократно, омой меня. Вы знаете, что здесь звучит? Боже, топчись, топчись своими ногами своего суда праведного, бей меня, наказывай меня, пошли болей свою, уложи меня на одер болезни, что угодно сделай со мной, ну, очисти меня, омой меня, вымой меня, вымой внутренность мою. Потому что он прекрасно понимает, как это глубоко сидит в нем. Немножечко ниже он скажет, во грехе родила меня мать моя. Это так глубоко, это на уровне ДНК. И хотя Давид ничего про ДНК не знает, но он понимает, что это очень глубоко. Это не просто одеть чистенькую одежду и принять ванну или душ. Это что-то серьезное. Дальше он просит, очисти меня, грехи мои, омой меня, и от греха моего очисти меня. И, казалось бы, омой и очисти, это, казалось бы, одно и то же. Но нет, друзья. После того, это целая история из Ветхого Завета, когда человек становился нечистым в результате проказы, в результате прикосновения к мертвому телу, в результате там какой-то, к чему-то ты прикоснулся нечистому, к какому-то животному, ты становился нечистым. Священник объявлял, что ты нечистый. Ты должен был изолирован быть от общества. Проходило определенное время, назначенное священником, ты возвращался. И вот в тот момент священник совершал ритуал и публично, публично объявлял, ты чистый. Все нормально. Ты можешь вернуться в общество. Ты можешь теперь быть полноценным членом этого общества и участвовать в жизни этого общества, среди которого ты живешь. И Давид умоляет, Господи, объяви меня чистым. Объяви меня, пожалуйста. Ты объяви. Ты объяви, чтобы я стал полноценным, чтобы я полноценно теперь молился, приносил жертвы, совершал служение тебе. Объяви меня чистым. Следующие стихи мы, друзья, читаем. Тебе. Ага, пятый стих. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал, так что ты праведен приговоре твоем, и чист суде твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Я думаю, друзья, что мы сейчас немножко порассуждаем над тем, как Давид показывает нам безобразность и мерзость греха. Мы с вами сейчас посмотрим, и потом помолимся. И на этом закончим. А я думаю, что можно будет потом еще дальше, даст Бог, продолжить рассуждать над этим псалмом. Но давайте обратим внимание, как Давид называет грех. Он говорит, грех – это беззаконие. Грех – это преступление. В книге пророка Исаии в последнем стихе 53 главы написано, что Иисус Христос, а именно о нем пророчество в 53 главе, что Иисус Христос делался ходатай за преступников. И мы, когда читаем слово «преступники», то, конечно же, лично в моем сознании мне не раз приходилось быть в местах не столь отдаленных, где отбывают наказание преступники. И там бывают такие экземпляры, что на этого человека смотришь и точно понимаешь, что это явно не хороший, нормальный член общества, а это действительно преступник. Татуировки выдают, некоторые умудряются, даже когда глаза закрывают, вот здесь что-то на веках у них там нарисовано или написано. И ты смотришь и ты понимаешь, да, это преступник. Ну вот когда сейчас я нахожусь здесь и смотрю на вас, ну какие же вы преступники. Вы все хорошие люди. Вы все верующие люди. Вы люди, которые ходят в церковь, читают Библию, жертвуют, служат Богу. Но именно о нас это слово, друзья мои, преступники. Мы все преступники перед Богом. Мы все должны ему 10 тысяч талантов. И те преступники, которые в тюрмах сидят, и те хорошие преступники, которые ничего плохого, казалось бы, не сделали, но во грехе родила меня мать моя. И уже по определению я преступник перед Богом. И Давид говорит, что грех – это преступление. И он говорит, грех мой всегда предо мной. Я думаю, что тот, кто действительно переживал очень сильно о грехе, и правильное покаяние – это действительно то покаяние, когда я понимаю. Я ложусь спать, а то, что я сделал, оно предо мною. Я просыпаюсь, смотрю на потолок, а там то, что я сделал. Я пытаюсь забыться, я углубляюсь в работу, я погружаюсь в какие-то заботы, а грех мой преследует меня. Он не дает мне покоя, он не дает мне думать. Давиду можно было отвлечься на охоту, на какие-то государственные дела, в конце концов пойти на войну со всеми, чтобы как-то отвлечься. Но не получается, друзья мои. И он говорит, грех мой всегда предо мной. Он преследует меня. Мы не можем стереть его из нашей памяти. И даже тогда, когда мы получаем прощение, он все равно преследует нас. Но об этом я уже в заключении скажу. А сейчас он говорит, это преступление. Более того, что мы тут видим? Тебе, тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами твоими сделал. Мы с вами в прошлый раз говорили, что очень много людей было вовлечено в эту историю. И были люди, которые пострадали в результате греха Давида. И так всегда бывает. Когда мы грешим, страдаем не только мы. страдают люди, которые вокруг нас. Но если бы сегодня я попросил вас составить список людей, которых вы обидели. Кто бы был, точнее, даже не людей, а просто список тех, кого вы обидели. Кто бы был номер один в этом списке. Я не сомневаюсь, друзья. Когда-то я даже делал опрос с кафедры. Я просил вас поднять руки те, кого хоть раз в жизни обижали. И вы все подняли руки. А потом я спросил, поднимите руки те, кто ни разу в жизни никого не обижал. И никто не поднял руки. Потому что мы все кого-то обижали. И в нашем списке может быть много или мало, но обязательно в нашем списке кто-то будет. Так вот, кто будет номер один в нашем списке? Если в нашем списке будет Бог, то это очень правильно. Потому что любой грех – это оскорбление Бога. И поэтому Давид говорит «тебе». И поэтому Давид говорит «я на твой святой закон, простите за это слово, наплевал, пренебрег, переступил. Я тебе, Господи, я перед тобой это сделал, преступление». Вы знаете, вот бывает такое в семье. Ну, например, такая история реальная. Жена очень долго просит у мужа денег на какую-то важную покупку для семьи. Муж не дает. Не дает не потому, что нет, но потому что не считает нужным дать. И вот он не дает раз, второй. Проходит несколько месяцев. Жена говорит «это вопиющая нужда, нам нужно это купить». Муж не дает, и в конце концов жена взрывается. И в конце концов она начинает на него кричать. И он тогда перепуганный такой реакцией говорит «ну ладно, ладно, прости меня, прости, что я не давал тебе денег. На, возьми, купи то, что нужно». И она ему говорит «проблема не в том, что ты не давал мне денег. Проблема в том, что ты жадный». Иногда мы просим прощения за вершки, а не корешки. У всякого греха есть вершки, а есть корешки. У всякого греха есть то, что результат греха. И мы очень часто, вот в чем проблема нашего, когда он не получается, когда мы удивляемся, почему он не может нас простить? Или почему, почему не складываются отношения? Потому что мы не осознали глубину и понимание того, что мы в первую очередь Бога оскорбили. Во 2-м послании Коринфянам, в 7-й главе, 10-й стих, есть два определения, которые иногда нас приводят в недоумение. Там написано, что есть печаль ради Бога, которая производит неизменное покаяние, а есть печаль мирская, которая производит смерть. Печаль ради Бога и печаль мирская. Я попытаюсь объяснить, братья и сестры, хотя, возможно, это всего лишь мое мнение, но я попытаюсь вам объяснить. Печаль мирская и печаль ради Бога. Один наш брат в нашей Запорожской церкви стал посещать воинскую часть. Он пришел к командиру части и попросил. Дело перестроечное, пришла свобода, вера стала модной, на слуху, воинские части приглашают священников, для того, чтобы они там могли какие-то совершать священодействия. И вот наш брат туда пришел, и ему разрешили встречаться с солдатами, для того, чтобы он мог читать с ними Библию. И вот однажды он приходит туда, к нему подходят несколько солдат, которые не приходили на эти встречи по чтению Библии, и обратились к нему с одной просьбой. О чем они его попросили? Оказывается, они были так называемые деды. Я надеюсь, вы все понимаете, кто такие деды. Это те, кто уже заканчивал срок своей службы, уже два года заканчивалось. Но что произошло? Пришли молодые солдаты, и вот эти несколько человек, они жестоко избили молодого солдата, и командир части, узнав об этом, он подал документы на них в суд. И они поняли, что дело запахло жареным, что они могут из армии сесть прямо в тюрьму. И они начали искать путевыход. И вот они подошли к нашему брату, и говорят, вы знаете, вас тут все уважают, вы авторитетный человек, пожалуйста, подойдите к командиру части и попроситесь за нас. Мы осознаем, что мы неправильно сделали. Нам очень жалко, что мы это сделали. И наш брат, поговорив с этими дедами, вы знаете, какой он сделал вывод? Он говорит, простите, я не буду это делать. Знаете почему? Потому что они боялись последствий своего поступка. Но они совершенно не сожалевали о том, что они человека покалечили. Они совершенно не сожалевали о том, что какое чудовищное, они просто испугались за последствия. И им стало жалко себя. Им не было жалко того, кто пострадал. Им было жалко себя. Печаль мирская. Один брат, которого поймали на горячем. Поймали на горячем, это значит, не он пришел, исповедался в грехе, а его приперли к стене и сказали, ты грешишь. Привели факты, и он вынужден был сознаться. И он сказал, да, я виноват. И он каялся. Но потом этот брат звонит мне и задает мне вопрос таким взволнованным голосом. Брат Юрий, а кто еще об этом знает? И я понял, что тут что-то не то. И я понял, что это не настоящее покаяние. Когда ты переживаешь о том, что кто-то узнал еще об этом, когда ты переживаешь о том, что твой авторитет пострадает, мнение людей изменится по отношению к тебе, это не настоящее покаяние. Настоящее покаяние, когда ты говоришь, Господи, тебе, тебе единому я согрешил, я на твою славу обесславил, я пренебрег, я потоптался по ней, я оскорбил тебя, Господи. Еще одна история. Роман Виктора Гюго «Отвержденные». Насколько я знаю, Виктор Гюго не был христианином, но есть очень сильный момент в этом романе. Освободившийся с каторги человек, которого зовут Жан Вальжан, направляется в тот город, где он планирует жить после каторги, многолетний. И вот он приходит в один городок, где ему не находится места. Все узнал, что он каторжник, выгоняют его. Он приходит там в какую-то таверну, в гостиницу, его выгоняют. Он стучится в какой-то дом, но в этом городке уже сработало радио, люди быстро-быстро друг другу передали, что каторжник в нашем городе, не открывайте ему двери своих домов. И все закрывались, все его прогоняют, все его проклинают. И вот один местный священник, кто-то ему подсказал, обратись к священнику. И вот он стучит в двери этого священника. Священник его принимает. Священник ему предоставляет все, что нужно, помыться, переодеться, покушать. За стол посадил, поставил свой лучший серебряный сервиз. И вот этот каторжник ночью просыпается и обворовывает этого священника, забирает это все серебро столовое, уходит. Он ушел недалеко, его снова ловит полиция, обнаруживает при нем серебро. И этот каторжник говорит, мне священник подарил это серебро. И тогда эти полицейские, они с этим каторжником возвращаются в дом священника. И они говорят, вот мы поймали этого человека. А священник говорит, да, он ночевал в моем доме. И вот мы обнаружили у него это серебро. А священник говорит, я ему подарил это серебро. Друзья мои, сейчас, сейчас я не хочу говорить о том, какой молодец этот священник, хотя он, безусловно, молодец, хотя он, безусловно, проявил милосердие. И именно это позволило этому жестокому каторжному сердцу измениться. И там жизнь этого человека совсем в другую сторону начала развиваться. Но я сейчас о чем хочу сказать. Вот представьте себе, Господь нас принял, омыл, очистил, осветил, отдал Сына Своего ради нас, пролил кровь свою святую. И когда мы совершаем какой-либо грех, мы поступаем, как тот неблагодарный каторжник. Мы поступаем точно так. И поэтому Давид называет «Тебе, тебе единому я согрешил». И дальше он говорит «Наказывай». Дальше он говорит «Ты праведен в приговоре твоем». Каин сказал, когда Бог ему вынес приговор, Каин сказал «Господи, твое наказание будет, зачем я могу вынести». А Давид не говорит так. А Давид говорит «Господи, ты праведен». Я получил по заслугам. Я получил по делу. И поэтому еще один признак настоящего покаяния, когда человек готов понести полное наказание за то, что он сделал. Согласны, братья и сестры? И поэтому, когда мы оцениваем, насколько раскаивается человек, то мы смотрим, он готов принять полное наказание. Или он старается брать, а ну как можно помягче, пожалуйста, ну не наказывайте меня так строго. Если человек по-настоящему покаялся. Последний пример и мы молимся. В наш город Запорожье когда-то приехал пресвитер церкви с Ленинградской церкви. Помню только фамилию Таран. Уже такой пожилой, старец, большой такой, седой бородой. И он был несколько дней, участвовал в служении и остался на молодежной общении. И на молодежном общении он нам рассказал историю, как однажды, поздно вечером, к нему постучался человек. Он открыл дверь. Перепуганный, взволнованный человек сказал ему, священник, я только что убил человека. Что мне делать? Он пускает его в свою квартиру, беседует с ним, узнает подробности. И он прекрасно понимает, что он не может покрыть этот грех. Никакой тайны исповеди не может быть, потому что это преступление. И он говорит, давай помолимся. И они становятся на колени. И священник начинает молиться, а подсознательно у него мысль, Господи, ну как мне и сейчас ему сказать, что он должен пойти и признаться в своем преступлении. Только этот единственный путь. И он думает, что скорее всего этот человек прибежал, чтобы избежать последствий своего преступления. И вот священник закончил молиться, потом со слезами помолился тот человек, встал, и опережая священника, не дав ему еще ничего сказать, он произнес, «Все, пастор, я готов, я готов идти, издаваться властям и рассказать все, что произошло». Так делает настоящее раскаяние, друзья мои. Я готов понести все последствия того, что я совершил. И поэтому, если мы хотим по-настоящему каяться, то, друзья, мы должны быть готовы понести все последствия того, что мы совершаем. А на этом мы говорим «Аминь». И если даст Бог, мы с вами закончим. И сейчас мы давайте помолимся. Господи Боже, Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты многомилостивый, Господь. Мы благодарны Тебе за то, что милосердие Твое велико и за то, что Ты не перестаешь миловать нас. Мы каждый день приходим к Тебе за этой милостью и мы получаем ее. Слава Тебе! Слава Тебе за бездонное, доброе, отцовское сердце, способное нас вмещать, прощать. Господи, слава Тебе за кровь Иисуса Христа, который очищает нас от всякого греха. Слава Тебе, Господи, что есть этот путь и есть это простое слово «прости», но помоги не забывать о нем. Помоги практиковать, помоги пользоваться этим словом и делать там, где это нужно. Боже, сохраняй наши семьи, сохраняй наши отношения в церкви, сохраняй, Господи, помоги нам, помоги нам идти дальше, расти духовно, на помощь Твою в этом надеемся. Боже, помоги нам осознавать грех, и если он есть, запинающий грех, если есть какой-то грех, помоги исповедоваться, помоги очищаться, помоги освобождаться от него и идти дальше. На помощь Твою в этом надеемся и на Твое великое милосердие уповаем. Слава Тебе, великий Бог. Аминь. Слава Тебе, Слава Тебе,